Витаю, друзья, вы на Фабрите новой. Меня зовут Евгения Кутнова. Мисс Пью Розунник сегодня, российский оппозиционный журналист и социолог Игорь Яковенко. Игорь Александрович, рада приветствовать вас в нашем эфире. Здравствуйте, Евгения, я тоже. Игорь Александрович, давайте начнем с встречи Блинкина и Си Цзиньпиня в Пекине. Си Цзиньпинь говорит о том, что он надеется, что эта встреча стабилизирует взаимоотношения в экономике между двумя странами. Скажите, но чего все-таки ожидать, каких решений, возможно, или что показала эта встреча в геополитическом масштабе, да, и, в частности, для Украины? Я думаю, что самое главное, если говорить, если смотреть именно украинскими глазами на всю эту ситуацию, это минимизация помощи и поддержки России со стороны Китая. И в какой-то степени, ну, все это время поддержка была, она была не радикальной, она не была сколько-нибудь заметной в плане вооружений, там шли какие-то вооружения, шло какое-то оружие постепенно, какими-то теневыми каналами, и была поддержка дипломатическая, то есть голосование Китая в Организации Объединенных Наций вместе с Россией по блокированию каких-то инициатив. Но в любом случае, я думаю, что в целом вот эта вот поддержка России, она становится все более и более символической. Собственно говоря, в этом и состоит задача сегодня западной дипломатии уменьшить эту поддержку, сделать ее символической и фактически устранить главного потенциального союзника России в этой войне. Я думаю, что эта задача в той или иной степени решена. Мне кажется, что вот Китай уже, ну, самое главное, что он делает, это он заявляет о недопустимости применения тактического ядерного оружия или применения использования Запорожской АЭС в качестве ядерного шантажа. Вот это самое главное, что требуется от Китая, потому что если с двух сторон будет давление на Путина, то можно вот обезопасить мир и Украину в частности от возможности ядерного удара со стороны России. Ну, даже в форме катастрофы на Запорожской АЭС это очень важно. Но я думаю, что вот это тот минимум, который достигается и который мне представляется достигнуть сегодня. Игорь Александрович, скажите, а Путина беспокоит эта встреча, как вы думаете, ну, вот лично? Я думаю, да. Я думаю, что вообще вот эти вот разговоры и нейтрализация Китая, безусловно, для Путина опасна, потому что нет никаких сомнений в том, что надежда на поддержку Китая является главной надеждой Путина в этой ситуации. Так что, конечно, определенная беспокойность здесь есть. Но в любом случае, я думаю, что все-таки сейчас главное событие происходит в Украине, главное событие это украинское наступление, это основное. И в известной степени я думаю, что и позиция Китая будет во многом зависеть от успеха украинского наступления, потому что вот это то, что может реально изменить ситуацию, в том числе и в международных отношениях. А вот как это будет выглядеть в жизни на практике? Вот в СССР ведут наступление, да, это очень сложно, две недели уже прошли, но тем не менее успехи есть, и в нашем генеральном штабе говорят, что мы уже освободили 113 тысяч квадратных метров. Ну, возможно, вот все-таки, и как тогда будет Китай себя вести? В случае вот успеха полного. Вы знаете, Китай в любом случае оказывается бенефициаром. То есть у Китая положение такое, что он ничего не теряет ни в одном варианте, ни при одном исходе этой войны. Потому что в случае, ну, представим себе, что если вдруг случилось то, во что невозможно сейчас поверить, если представить себе, что Украина терпит поражение, то это означает поражение Соединенных Штатов Америки. Это то, о чем, конечно же, мечтает Китай, для которого Соединенные Штаты Америки – это важнейший противник. И в этом случае открывается для Китая возможности какого-то силового давления на Тайвань, и захват Тайваня, ну, как бы, вот аналог. Смотрите, силовое давление на Украину привело к результату. Вот силовое давление на Тайвань может тоже по аналогии привести к такому же результату. Это в этом случае. То есть в случае поражения Украины Китай выигрывает в противостоянии с Соединенных Штатами Америки. В случае поражения России тоже прекрасный результат. Вот уже есть там полтора миллиона квадратных километров, которые на карте Китая обозначены как китайские территории. Это все, что, так сказать, от Японского моря до Байкала вдоль русла реки Амур. Все, что закрашено на китайских карточках, китайский цвет, названо китайскими названиями, включая Владивосток. Так вот, это Китай начинает, так сказать, потихонечку возвращать себе, как он считает, или отжимать, как считает Россия. То есть это тоже прекрасный результат. Так что Китай выигрывает в любом случае. В случае победы России и в случае ее поражения. Так что в этом смысле я не думаю, что... У Китая, в общем, здесь достаточно такая спокойная и уверенная позиция. Так что мы видим, что в любом случае Китай пытается перевести все это на язык экономики. И в частности, визит Блинкена в Си Цзиньпин будет использовать как повод для встречной повестки. Если Блинкен, безусловно, разговаривает в основном на политические темы, на темы международной безопасности, то Си Цзиньпин переводит разговор на язык экономики, на язык ослабления санкций, на язык, так сказать, каких-то соглашений в плане экономической блокады и так далее. То есть здесь у Китая достаточно уверенная позиция. Я не думаю, что он здесь не находится в положении обороняющегося, в положении слабого. У него довольно сильные позиции, в том числе и в ситуации вот этой войны. Игорь Александрович, вы говорите, что встреча Си Цзиньпиня и Блинкена минимизирует ядерные риски. Но Нарышкин снова заговорил о грязной ядерной вот этой вот бомбе. Мы помним, когда вот эти вот все разговоры были перед тем, как оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. И вот тут теперь они снова заговорили об этом. То есть президент Владимир Зеленский снова говорит о том, что Россия намерена подорвать и Запорожскую АЭС. То есть может ли пойти на это Путин и в каком тогда случае? Я думаю, что вот эта вот концепция выжженной, отравленной, затопленной земли, которую исповедовал Сталин при отступлении, и которая проявлялась в том числе и в подрыве Днепрогресска, когда советские войска Красной Армии отступала с территории Украины, была вот это вот совершено преступление, трагедия, когда, значит, по приказу Сталина была взорвана Днепрогресс. Кстати говоря, погибло достаточно большое количество и бойцов Красной Армии, которые, в общем, находились как раз, так сказать, на территории затопленной. Это была часть вот этой политики выжженной, затопленной земли. На сегодняшний момент Путин исповедует ту же самую политику, ту же самую тактику, что проявилось, в частности, в подрыве Каховской ГЭС. И я думаю, что, конечно, в его планах один из инструментов дальнейшего шантажа – это Запорожская АЭС. Ну и не только. Я думаю, что эта угроза, этот шантаж будет продолжаться. Насколько он будет проведен в действие, сказать сегодня довольно сложно. Угроза такая есть, безусловно. Вот на сегодняшний момент, скорее всего, все-таки угроза прямого ядерного шантажа, имеется в виду ядерный удар, ну как это, например, требует господин Караганов, который окончательно сошел с ума. Значит, скорее всего, это действие не будет приведено в силу. А вот что касается Запорожской АЭС, то здесь можно списать, потому что ядерный удар трудно, прямой ядерный удар трудно списать на какую-то случайность. И здесь придется отвечать. А что касается Запорожской АЭС, может быть принята такая же уловка, хитрость, значит, как в случае Каховской ГЭС, когда во всем обвинят Украину. Такое возможно. Но и это, я думаю, что сейчас нейтрализуется, в том числе и в ходе вот этих переговоров Блинкина с Си Цзиньпиньем. Потому что прямое какое-то давление Китая, я думаю, что сможет оказать воздействие. То есть, в принципе, Пекин может дать сигнал Путину о том, что в случае любой ядерной угрозы Китай не будет на стороне России. И, в общем, он может включиться в общую позицию, в общую линию осуждения и наказания России за вот это преступление. По крайней мере, я думаю, что это является одним из пунктов переговоров Блинкина с Си Цзиньпиньем. Карагану, кстати, вообще предлагают ударить побольше. Ну да, нет. Ну, с Карагану он там все понятно. Это человек, который, на самом деле, человек, который в 2011 году выступал за десталинизацию России, был один из инициаторов создания вот такого большого политического процесса десталинизации России. Ну, а потом, желая сохранить свои позиции, понимая, что он уже теряет позиции, так сказать, международно признанного интеллектуала в мире, к сожалению, у него такие позиции были. Вот он даже назывался в числе ста ведущих интеллектуалов планеты как-то один раз. Вот совсем люди не знают, с кем имеют дело. Ну, а потом, вот, начиная где-то уже с 2014 года, он понял, что для того, чтобы сохранить свои позиции в российском эстеблишменте, нужно быстренько сойти с ума, притвориться сумасшедшим. Что он успешно и делает, и вот это вот заявление о том, что России надо обязательно использовать ядерное оружие, он уже не первый год высказывает. Просто последняя его статья, она так случилась, что поскольку она во время войны была написана и издана, она произвела такой резонанс. А так он, в общем, давно уже и довольно успешно притворяется сумасшедшим. Россия отказала о гуманитарной миссии ООН в доступе на левобережную часть Херсонщины. Об этом говорится в заявлении гуманитарного координатора ООН в Украине Денис Браун. Игорь Александрович, другого не ожидали? Ну, ВРФ, кстати, прокомментировали, сказали, что они там переживают за безопасность. Ну, это же глупо. Понятно, да. На самом деле тут две вещи. Во-первых, действительно, не в интересах оккупантов получать большие международные свидетельства о том, что там происходит. Понятно, что там происходит гуманитарная катастрофа. И, в общем, допускать международных наблюдателей туда никто не хочет. Это одна сторона вопроса. А другая сторона вопроса – это свидетельство вот как раз той самой деградации организации ООН и то, что ООН сейчас не является никакой системой международной безопасности, не представляет собой вот эту вот инфраструктуру мировой безопасности, которая была создана после Второй мировой войны. Я думаю, что это лишнее свидетельство того, что после этой войны перед международным сообществом, перед человечеством станет во весь рост вопрос о необходимости новой, принципиально новой системы международной безопасности. Потому что он такую функцию уже не выполняет. Игорь Александрович, в МИД Израиля отказались комментировать слова Владимира Путина, которые назвал Владимира Зеленского позором еврейского народа. Почему Израиль не возмутится, как вы думаете? Ну, я не очень согласен с такой постановкой вопроса, что Израиль не возмутится. В Израиле достаточно вообще гражданского общества и, скажем так, мировое еврейское сообщество очень остро отреагировало на эти слова. И есть огромное количество комментариев известных политических, религиозных, общественных деятелей еврейского мира, которые четко фиксируют, что в данном случае произошел акт такого откровенного, ярого, махрового антисемитизма. И об этом говорят очень многие еврейские политические, общественные, религиозные деятели. Что же касается МИДа Израиля, ну, в общем, здесь достаточно, к сожалению, достаточно хорошо известна политика Израиля. С моей точки зрения глубоко ошибочная политика нежелания совиться с Россией, потому что, ну, действительно, Израиль находится в очень опасной зоне, когда, с одной стороны, так сказать, есть целый ряд стран в окружении Израиля, ставящих свою задачу уничтожения еврейского государства, а с другой стороны есть Россия, которая сейчас активно присутствует, в том числе в Сирии, поддерживая вот этот вот фашистский режим Асада. И в том случае, если Россия, так сказать, почувствует, ну, опасение, ну, короче говоря, опасение того, что с помощью России может начать сбивать израильские самолеты над Сирией. Вот, вот чего конкретно, если брать конкретно, чего опасается Израиль, это то, что Путин может начать сбивать израильские самолеты над Сирией. Ну, понятно, что это, опять-таки, вот такое вот умиротворение агрессора, мне кажется, является достаточно такой близорукой позицией. Но, опять-таки, здесь, вы знаете, вот очень сложно как-то комментировать действия руководства Израиля, страны, которая находится постоянно под угрозой ударов, которые постоянно происходят теракты, нападения со стороны враждебного окружения. Ну, и по-прежнему существует риск агрессивной войны со стороны тех стран, которые пытаются... У которой в рамках государственной политики обозначено уничтожение, целью государственной политики является уничтожение государства Израиля. Поэтому вот так вот уж совсем размашисто осуждать сложно, но, тем не менее, я по-прежнему утверждаю, что я считаю эту политику умиротворения агрессора ошибочной. Игорь Александрович, также попрошу вас прокомментировать еще свежую новость. В Симферополе взорвался автомобиль с помощником так называемого вице-премьера Запорожской области, это Владимир Епифанов. Также он является кандидатом в депутаты от Единой России. Скажите, пожалуйста, вот этот случай, и в принципе, это как-то влияет на настроение коллаборантов? Ну, безусловно, то, что земля у них под ногами горит, безусловно, то, что один за другим уничтожаются предатели, это, конечно, не может не влиять. В значительной степени это не просто влияет, это, в общем, приводит к тому, что, так сказать, какая-то часть этих коллаборантов, в общем-то, отказывается от своей роли и так далее. То есть, ну, в общем, безусловно, влияет. Это часть, на самом деле, это часть наступления. То есть, фактически, украинское наступление – это сложная такая в сегодняшней ситуации гибридной войны. Можно сказать, что и Белгородский фронт – это тоже часть украинского наступления. Можно сказать, что и какие-то партизанские действия на территории России, ну, то, что в сегодняшней терминологии называется территория старой России, то есть, России, которая находится за границей 1991 года. Это тоже, можно сказать, часть украинского наступления. То есть, на самом деле, оно идет, оно идет по разным направлениям. Конечно, главный фронт – это Южный фронт, это Запорожский фронт, это наступление в районе Донбасса. То есть, это все такие вот главные фронты, но и такие вспомогательные фронты, как Белгородский, например, тоже имеет значение. И удары партизан по главарям, по гауляйтерам, которые находятся на территории, на оккупированных территориях Украины – это тоже важная история. Поэтому идет комплексное такое массированное наступление украинской армии, которое проявляется в том числе и в разных формах. В офисе президента прокомментировали возможность ударов по России. Михаил Подоляк сказал, что Украина – есть свобода. Путин, когда все это начинал, он понимал, что рано или поздно война перейдет и на территорию РФ? Путин, конечно, этого не понимал, как вообще не понимал, что такое Украина, не понимал на самом деле, что такое Россия, не понимал, что такое российская армия и не понимал, что такое мировое сообщество. Путин представлял себе в его голове, в его картине мира, которая сформирована в результате той информации, которую он сам себе заказывал, сам, по сути дела, заказывал для оболваниванного населения. А эта информация в конечном итоге скармливалась ему самому. И в результате он оказался вот в этом информационном пузыре, в котором было совершенно неадекватное представление о реальности. Путин не понимал, что такое Украина, он считал, что Украина – это несуществующая страна, и что нет никакой украинской армии, украинской государственности, поэтому возникла безумная идея «Киев за три дня». Путин не понимал, что такое российская армия, он верил в те мультики, которые ему рисовали, что у российской армии есть сверхоружие, и поэтому для него были неожиданности результаты, что полтора года фактически идет война, и в настоящий момент, через почти полтора года войны, украинская армия наступает. Это, конечно, полная неожиданность для него была. И то, что на сегодняшний момент Украина может и осуществляет удары по территории России, и дальше это будет возрастать, это, конечно, тоже является большой неожиданностью для Путина. Так что Путин, находящийся вот в этом своем информационном бункере, безусловно, будет сталкиваться и дальше с большими неожиданностями для себя. А самая большая неожиданность для него что будет? Победа Украины? Я думаю, что самая большая неожиданность для него будет тот момент, когда война перейдет из стадии империалистической войны в стадию мафиозной. Самая большая неожиданность, когда, по сути дела, война прекратится не потому, что Украина победит, но окончательная победа Украины, условно говоря, капитуляция России, она невозможна, если говорить о походе на Москву. Так не будет. Но неожиданность будет прежде всего тогда, когда произойдет слом российской государственности, и Путин столкнется с тем, что война идет уже на территории России не между российской армией и ВСУ, а между отдельными какими-то частными военными компаниями и остатками российской армии, которая хлынет с украинского фронта вглубь России. Вот это будет самая большая неожиданность. Ну и продолжение этой неожиданности будет либо уничтожение Путина, либо его ликвидация, либо какая-то его транспортировка в ГАГУ. Вот это будет самая большая неожиданность. Любой из этих вариантов будет, конечно, тем, которого Путин не ожидал, когда 24 февраля начинал войну. Игорь Александрович, президент Владимир Зеленский заявил, что делегация стран Африки во время визита в Украину и Россию имела возможность увидеть, кто на самом деле заинтересован в мире. Что этот визит и в Киев, и включая Москву, что он показал? Вы знаете, да ничего, собственно, не показал. На самом деле, я думаю, что лидерам африканских стран в общем-то более-менее все равно, что происходит в Украине. Дело в том, что никаких особых, ну помимо снабжения продовольствием, никаких особых, вот серьезных, глубоких, базовых отношений между странами Африки и Украины до сих пор не было. И поэтому, в общем-то, африканским странам совершенно все равно, не имеется в виду, не странам, а руководству лидерам африканских стран совершенно все равно, что там происходит между Украиной и Россией. В данном случае их интересовало зерно, их интересовало продовольствие, и, скорее всего, в результате вот этих вот очень массированных визитов и обработок со стороны российской дипломатии, ну не зря все-таки Лавров ездил в Африку, беседовал с лидерами африканских стран. Скорее всего, там были какие-то обещания, возможно, какие-то личные подарки. Я не думаю, что вообще есть шанс, что в данном случае обошлось без коррупции. Вот, по-прежнему коррупция и, ну, в Европе это называется шредеризация, значит, в Африке этот процесс идет очень интенсивно, подкуп местных властей, местной политики. Так что я думаю, что лидеры африканских стран были очень сильно мотивированы. Ну, а, значит, реального какого-то результата этот визит африканской «семерке» никакой не дал. Потому что, ну, известно, что они приехали в Киев, подверглись, значит, ракетному удару со стороны Путина. Вот, некоторые из них действительно сказали, что, да, действительно ракеты летали. Некоторые сказали, ну, как же так, значит, какой там ракетный удар, когда люди в это время ходят по улицам, да. То есть, на самом деле, кто-то даже не поверил, что был ракетный удар. Или, по крайней мере, изобразил такое неверие. Я думаю, что вот эта акция, она не имела никакого значения. Просто я не вижу никаких последствий. Так же, как никаких последствий не имели миротворческие, в кавычках, акции Папы Римского или там Луна Десильвы, президента Бразилии. То есть, это, в общем, ну, скорее всего, такое вот политическое сотрясение воздуха. В основном, у каждого из этих политических лидеров, религиозных, политических лидеров, это работа на, что называется, внутреннюю аудиторию. То есть, вот, Папа Римский миротворец, бразильский президент миротворец, это вот работа на свою внутреннюю аудиторию, которая, в общем-то, не очень хорошо понимает, что происходит на территории Украины, и для которой сам факт, что вот тот или иной человек, тот или иной политик борется за мир, это хорошо. Ну, мир же это хорошо, правда? Мир же лучше войны. Вот Луна Десильва борется за мир. Вот Папа Римский борется за мир. Ну, а что реально, что, что реально, это борьба за мир, на самом деле, оборачивается продолжением войны с гораздо более тяжелыми жертвами, ну, это, в общем, аудитория, на которую рассчитано это действие, она очень плохо представляет себя. Так что, но какого-то воздействия на ход событий все эти миротворческие акции не имеют. На этой встрече Путин показал, якобы согласованный в Турции договор с Киевом. Ну, сообщали, да, об этом российские СМИ. Игорь Александрович, почему он достал его именно сейчас, когда началось уже украинское наступление? Может, дальше Путин уже будет доставать царские декреты? Вы знаете, я думаю, что у Путина очень мало осталось аргументов для того, чтобы пытаться как-то завершить эту войну с минимальными потерями для себя. Желание получить передышку, оно постоянно демонстрируется, и в данном случае это тоже была какая-то попытка воздействовать на общественное мнение, мировое общественное мнение, в том числе и на мнение африканских стран, лидеров африканских стран, для того, чтобы какое-то движение в сторону давления на Киев, в сторону каких-то мирных переговоров, которые позволят Путину передохнуть, собрать силы, перегруппироваться, доукомплектовать российскую армию, доукомплектовать, до выпустить вооружение и так далее. То есть это надежда на получение передышки. Ну, здесь используются любые способы, любые методы. То, что это все совершенно бесполезно, потому что в конечном итоге решение будет принимать военное и политическое руководство Украины, ну, это очевидно. Но, что называется, попытка не пытка, как говорил товарищ Бериян. Игорь Александрович, если позволите, еще попрошу вас прокомментировать еще одно заявление Путина, где он говорит, что украинских детей в Россию вывозило, потому что их спасало, и никто не собирается разлучать их семьями. Можем ли мы тогда говорить о том, что он готов вернуть украинских детей взамен на отмену ордера? Я думаю, да. Я думаю, что сейчас для Путина этот ордер очень серьезная угроза. И, в частности, вот сейчас один из самых таких интересных вопросов, это состоится ли визит Путина в Южноафриканскую республику, где будет проходить соответствующий саммит. Вот это большой вопрос, потому что если он туда не поедет, это значит, что он, в общем-то, просто боится. Если поедет, то это вот риск того, что, ну, тут понятно, что много неизвестных, но в любом случае для него этот ордер, конечно, серьезная проблема. Это уже такой вот печать избойства, поэтому, конечно, он готов. Но весь вопрос заключается в том, что преступление-то совершено, и техника вот этой передачи, значит, выискивание. Ну, на самом деле, я думаю, что процесс передачи нужно запускать, потому что все-таки жизни и судьбы детей очень важны. Но это совершенно не означает, что должен быть отменен ордер. Преступление совершено. К тому же, я полагаю, что не за горами и следующий ордер за чудовищное преступление подрыв Коковской ГЭС. Поэтому одно другому не мешает. Я думаю, что бумаги у Международного уголовного суда для выпуска все новых ордеров будет достаточно. И не только для Путина? Конечно, конечно, не только для Путина, безусловно. На самом деле, процесс возмездия пока еще даже не начинался. Я думаю, что Международный уголовный трибунал, Международный трибунал по преступлениям путинского режима в Украине, он пока еще даже не начался. То есть, есть отдельные уголовные дела против рядовых исполнителей. Но самый главный процесс впереди. Игорь Александрович, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо вам большое за все ваши ответы, за то, что вы всегда находите и уделяете внимание нашим зрителям. Друзья, я также дякую за увагу и вам. Подписывайтесь, будь ласка, на Фабрику Новин. Ставьте нам лайки, пишите в комментариях, кого бы вы хотели бы видеть в наших эфирах. Также у вас есть возможность стать спонсором Фабрики Новин. Все можно сделать на нашей YouTube-платформе. Еще раз всем дякую за увагу. Все наикращее. До наступного встречи. Игорь Александрович, я чекаю нас еще на Фабрице. Спасибо. Спасибо.